Добрый вечер в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем вам о главных событиях округа к этому часу. Уникальный проект. В Нижневартовске исследовать скважины будет установка под названием Югра. В Ханты-Мансийске добрые крышечки превращают в экологичные уличные плиты. Югорские экстремалы хотят покорить Иртыш. Телеканал Югра в прямом эфире покажет первый массовый заплыв в Ханты-Мансийске. И обо всем подробнее прямо сейчас. Онлайн-этап комьюнити-форума «Утро» в самом разгаре. Полтысячи активных и талантливых молодых людей работают на шести образовательных площадках. Каждая посвящена отдельному направлению. Это экология, здоровый образ жизни, вовлечение, креативность, образование и урбанистика. Участники встречаются с экспертами, посещают онлайн-мастерские, а также готовят свои проекты к подаче заявок на гранд Росмолодежи. Напомню, защита проектов пройдет на очном этапе форума в Ханты-Мансийске. Он стартует 1 августа и продлится до 10 числа того же месяца. Югра лидер по количеству социальных предприятий в Урфо. В целом по стране наш регион входит в пятерку лучших. Об этом сегодня говорили во время прямого эфира Натальи Комаровой с жителями региона. Так, за прошлый год в округе число компаний, работающих в социальной сфере, увеличилось на 150%. Только в Ханты-Мансийске функционирует почти две сотни негосударственных организаций. При этом четверть из них получили финансовую поддержку. Кроме того, окружной столицы работают 11 НКО и 27 субъектов малого и среднего бизнеса, которые имеют статус социального предпринимателя. Считаю, что социальное предпринимательство, направленное на достижение общественно полезных целей, интегрирует все самое прогрессивное и лучшее из государственного и частого секторов экономики. Поэтому является наилучшим способом решения общественных проблем, благотворно влияет на развитие конкуренции, повышение качества услуг и качества жизни в нашем регионе. Кроме этого, в Югре начинающим и действующим бизнесменам помогает Центр инноваций социальной сферы. Например, на базе платформы работает Школа социального предпринимательства. Это обучающий курс, который позволяет участникам всего за три месяца пройти путь от идеи до сформированных бизнес-планов. Так, за 10 потоков школы было разработано более 900 проектов, 324 из них реализуются по сей день. Для опытных предпринимателей реализуются акселерационные программы, в том числе программа «Формула роста» совместная акселерационная программа с фондом региональных социальных программ «Наше будущее», где у нас по итогу 19 предпринимательских проектов оптимизировали финансовую деятельность, создали 157 рабочих мест, увеличили на 60% количество получателей услуг и вышли в новые регионы. В Югре начинающие бизнесмены смогут получить от государства на 100 тысяч больше. Такое решение было принято на заседании правительства региона. Новый закон коснется тех югорчан, кто заключил социальный контракт, чтобы открыть ИП или начать вести личное подсобное хозяйство. Напомню, социальный контракт – это соглашение с органом социальной защиты. Помимо денежной помощи, предприниматели получают и консультативную поддержку. Им помогают составить план для увеличения прибыли, учат финансовому планированию и дают всю информацию, необходимую для успешного ведения бизнеса. Отмечу, что в Югре такие договоры заключили уже 14 тысяч человек. Теперь размер государственной социальной помощи на основании социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности увеличится с 250 тысяч рублей до 350 тысяч рублей. На ведение личного подсобного хозяйства со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. Действие закона распространяется на право отношения, которые возникли с 1 июля 2022 года. В Нижневартовске реализуют уникальный проект импортозамещения. Компания «Атмосфера» разработала комплексную мобильную установку для проведения геофизических исследований скважин. Установка, которой присвоили символичное имя Югра, позволила решить большую часть геологических и технологических задач. С ее помощью можно проводить геофизические исследования, ликвидировать гидратные и парафиновые отложения. Применение установки более чем в 4 раза снизило временные затраты при производстве работ, что уже доказано на практике. Во время испытаний на ремонт четырех скважин при плане 50 часов в «Артовчане» затратили вдвое меньше. Еще одно преимущество – импортозамещение. Она состоит только из отечественных комплектующих, а это значительно упрощает и работу, и сервисное обслуживание. Сейчас у компании есть три установки – в планах увеличение и совершенствование производства. Мы сейчас и подходим именно к тому, что начать масштабировать производство техники. Заключили ряд договоров с разными заводами. И сейчас, я думаю, что уже, если все будет, дай бог, сложиться хорошо, то к Новому году у нас уже выйдет совершенно новая машина. Это будет кардинально отличаться от этих установок, которые у нас есть. Что-то добавится, что-то убавится. То есть выйдет совершенно новая машина. Она именно будет уже как АМК Югра под логотипом нашего округа. Югорский сенатор Эдуард Исаков встретился в Пытьяхе с семьей солдата Данила Зорина, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Его родителям вручили орден мужества, которым наградили их сына посмертно. Член Совета Федерации рассказал на своей странице ВКонтакте о том, что Данил был опытным сержантом спецназа Росгвардии. Его разведгруппа 21 апреля вступила в бой с превосходящими силами противника. Игорчанин смог уничтожить боевую машину пехоты, но получил тяжелые ранения. Данилу Зорину было 25 лет. Спас своих товарищей и последние слова он сказал, отходите, пацаны. О многом говорит, Данил был профессиональный военный, 19 лет сдал на краповый берет. Награжден орденом мужества посмертно сержант Зорин Данил Александрович, бывший военнослужащий войсковой части 67-62 Северокавказского округа, гость Национальной гвардии Российской Федерации. На днях из Нефтьюганска на Донбасс отправится очередная машина с гуманитарной помощью. Добровольцы собрали 30 коровок с продовольствием, средствами первой необходимости и медикаментами. Кроме того, в посылках книги и художественная и историческая литература, в том числе и о Югре. На этот раз к сбору подключились общественные организации муниципалитета, жители Нефтьюганска и Сентябрьского. Гуманитарную помощь планируют отправить адресатам в ближайшие дни. Литература тоже важная частица нашего добра, который мы отправляем. И нашу ЮГРУ узнали. Тоже есть книги про ЮГРУ. С начала года в ЮГРе построили больше 380 тысяч квадратных метров жилья. При этом за минувшую неделю в округе 176 человек получили новые квартиры в рамках расселения аварийных домов. Об этом говорили на заседании Координационного совета по вопросам возведения капитальных объектов. Так, в Сургуте строительный план выполнили больше, чем наполовину. Здесь возвели 16 многоэтажек. В настоящее время муниципалитет определил два микрорайона площадью почти 3 гектара для жилищной застройки. Кроме того, в самом большом городе региона планируют снести 42 аварийных дома. Из них на 1 июля ликвидировали 16 объектов, еще 29 расселили. Школы Нягани готовят к новому учебному году. На работы по их обновлению в этом году выделили больше 26 миллионов рублей. Потратить средства должны на благоустройство территории, устранение замечаний от различных служб, а также на установку игрового и спортивного оборудования. Члены городской комиссии в начале августа проверят готовность 17 зданий. Это 7 школ, 9 детских садов и центр творчества. Отмечу, что часть масштабных работ подрядчики уже выполнили. Например, около второй школы завершили благоустройство автотранспортной площадки. К слову, это и еще два образовательных учреждения города претендуют на капремонт за счет средств из федерального бюджета. Если они попадут в программу, через 2-3 года их отремонтируют за государственные средства. Первый объект у нас 22 июля будет иметь экспертизу. Это школа номер один. По второй школе у нас заявление принято к исполнению на экспертизу 6 числа. Предполагаем, что к 29 июля будет экспертиза. И мы направили заявление с пакетом документов по третьей школе на экспертизу. А теперь к новостям, которые югорчане обсуждают в интернете. В следующем году слет хоккейных болельщиков России организуют югорчане. Об этом рассказали в пресс-службе хоккейного клуба «Югра». Это право наши любители игры с шайбой получили во время съезда, который прошел в Перми. Отмечу, что болельщики команд КХЛ, ВХЛ и МХЛ традиционно собираются вместе для общения, проведения товарищеских матчей и участия в тематических мероприятиях. Югорчане впервые приехали на съезд в 2010 году. Тогда делегация насчитывала всего два человека. Сейчас же на слет съездят уже по 8-9 человек. Югорчане примут участие в «Играх дружбы». Это международные соревнования по водным видам спорта. Первый этап состязаний стартует в Казани 21 июля. Больше тысячи спортсменов будут бороться за медали в плавании, в синхронном плавании и в прыжках в воду. В соревнованиях примут участие и 16 югорских пловцов. Это спортсмены из Нижневартовска, Хантумансейска, Сургута, Нефтьюганска и Урая. Сейчас они готовятся к стартам. В городской больнице Югорска придумали, как на расстоянии сохранить связь между матерью и новорожденным. Медики с разрешения роженицы в первые часы жизни ребенка снимают его на фото и видео и присылают ей материалы. Врач-неонатолог уходит с работы только после того, как отправит первые кадры малыша его маме. Потом эстафету перехватывает неонатальная медсестра. Специалисты утверждают, если связь между матерью и ребенком нарушается, то впоследствии физические и психологические проблемы могут возникнуть у обоих. Отмечу, что инициатива медиков нашла положительный отклик у горожан. Родители малышей оставляют в соцсетях многочисленные позитивные отзывы. В ДТП на дороге Сургут-Нижневартовск погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба окружной ГИБДД. По предварительным данным, 66-летний водитель Хёнде не справился с управлением. Машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась с кроссовером Киа. В итоге водитель Хёнде и его 16-летний пассажир скончались на месте аварии. А 10-летняя девочка, пассажирка того же автомобиля, получила травмы. Всего за минувшие сутки на дорогах Югры зарегистрировали три ДТП. В них погибли трое, еще семеро, среди которых четверть несовершеннолетних пассажира, получили травмы. Кроме этого, полицейские задержали семерых водителей в состоянии опьянения. Пятеро отказались от освидетельствования. Еще один сел за руль пьяным не первый раз. За выезд на полосу встречного движения к ответственности привлекли 57 водителей. 40 пренебрегли правилами перевозки детей. В Сургуте Сайму полностью очистили от нефтепродуктов. Напомню, сообщение о ЧП появилось в городских пабликах. Специалисты спасательного центра во время патрулирования этот факт подтвердили. Общая площадь загрязнения составила 150 квадратных метров. Распространение удалось избежать благодаря оградительным бонам. Их специально установили пару лет назад. Тогда спасатели несколько раз очищали воду от загрязнений. Сейчас специалисты вновь выясняют причины появления нефтепродуктов в реке. Работы проводились с Сургутским спасательным центром. Было задействовано около 20 работников, 5 единиц техники. Было собрано около 3,5 кубических метров нефтепродуктов вместе с арбентом и водорослями. В настоящее время все, что было собрано, утилизировано. Тем временем югорские эковолонтеры, чтобы помочь особенным детям, собрали 16 тонн добрых крышечек. Федеральный проект реализуют в округе с 2020 года под хэштегом «Югра собирает». Он охватил уже 57 поселков и городов. К акции также подключился Ямал. За три месяца активисты соседнего региона передали в Сургутский пункт сбора 600 килограммов крышек. Также сырье принимают в Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Денежные средства, полученные за сданный пластик, перечисляются в фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Он закупает реабилитационную технику для людей с ОВЗ со всей страны. Вертикализаторы, инвалидные коляски и тренажеры получили уже 64 ребенка. Пятеро из них живут в «Югре». Отмечу, раньше пластик отправляли в Свердловскую область, но с апреля этого года такая необходимость отпала. В Ханты-Мансийске на предприятии по переработке вторсырья запустили линию по производству антивандальной и экологичной продукции из пластика и песка. Завод, который работает с нами в Ханты-Мансийске, это компания «Экокомпозит». Они помогают в плане перевозок больших объемов из Нижневартовска в город Ханты-Мансийск, из Сургута в Ханты, из Нягани. То есть логистика – это тот, так скажем, главный момент тоже для волонтеров, потому что не всегда это можно сделать собственными силами на маленькой машинке, потому что мы перевозим и тонну, и полторы, и две. Для понимания, однотонная – это 100 мешков. Именно столько «Югра» собирает сегодня за один месяц и отправляет на переработку. Компания «Экокомпозит» делает уличные бордюры, а также тротуарную и тактильную плитку. Изделия из такого материала прочные и долговечные. Они не теряют цвет и не боятся перепадов температуры. К тому же производство полностью безотходное, а испорченную продукцию можно снова перерабатывать. К пешеходному переходу в центре Ханты-Мансийска, где уложили «Экоплитку», отправилась Наталья Акс. Также моя коллега обнаружила другие примеры использования пластиковых крышек. Все подробности узнаете в субботу в программе «Больше чем новости». Она выйдет в эфир на нашем телеканале завтра в 18.15. В Сургуте начнется массовое производство оборудования, которое раньше можно было приобрести только за рубежом. Производители металлоконструкций уже приступили к тестированию опор для трубопроводов. Отмечу, что завод открылся 5 лет назад. Мощность производства составляла 150 тонн в месяц. Сейчас уже 600. В цехах специалисты производят все. От маленьких болтов до сотовых вышек. Подробнее о предприятии – наш следующий сюжет. Она стоит из пружины внутри. Очень мощная. У нее нагрузка тонну 300 идет. Это опора для трубопроводов. Ее используют нефтяники и газовики в производстве. Раньше такие конструкции недропользователи заказывали только за рубежом. В ближайшем будущем смогут сделать это в Сургуте. Местная разработка выдерживает нагрузку до двух тонн. К испытаниям завод шел полгода. Инженеры разрабатывали, согласовывали, делали проект. Нам передали, и мы начали изготавливать эту продукцию. На этом заводе проектируют и производят строительные металлоконструкции. Любые, как серийные, так и по чертежам заказчиков. От болтов до сотовых вышек. Всего больше тысячи наименований. Сейчас завод – это три цеха общей площадью 6 тысяч квадратных метров. Производительность в 600 тонн ежемесячно. Темпы не снижаются и сейчас. Наоборот, увеличиваются. Действительно сложные моменты. Это именно со стоимостью сырья, из которого мы производим металлоконструкции. То есть в свете последних событий стоимость металлопроката выросла в разы. Расходы возросли. Очень много конкурентов ушли с рынка. Миша высвободилась. То есть мы какую-то часть объема забрали на себя. Производители сейчас работают с тремя регионами. Изготавливают металлоконструкции для Югры, Ямала и Иркутской области. В этом году в рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства компания получила субсидию 200 тысяч рублей и частично возместила стоимость аренды. Когда развивается предпринимательство, расширяются предложения. Это и занятость, и налоги, и так далее, и так далее, и так далее. Безусловно, что это одна из главных задач создания условий разных форматов, разных факторов для развития малого и среднего предпринимательства. Поэтому сегодня и посещали это предприятие, чтобы, как говорится, вживую поговорить, постараться отыскать те еще точки, на которые можно поддавить, чтобы здесь создать возможности. Сейчас завод намерен подать заявку на региональные субсидии. Финансовая поддержка нужна всегда, уверены производители. К примеру, когда начнется массовое производство опор для трубопроводов. Леана Киамва, Алексей Шахмаев, телекомпания Югра, Сургут. Сургутяне еще как минимум год будут сдавать на переработку 20 видов торсырья в волонтерском центре. Такая возможность у горожан появилась благодаря гранту губернатора Югры. Его размер 500 тысяч рублей. Часть средств добровольцы направят на аренду помещения первого и единственного в городе пункта раздельного сбора мусора под названием «Точка». Он начал работать в марте этого года. Первые два месяца аренды помещения волонтерам оплатил спонсор. Плату за еще один месяц удалось собрать за счет пожертвований. С момента открытия в «Точку» принесли около 20 тонн отходов. Это стекло, пластик, батарейки, диски, бумага и даже блистера, таблеток и зубные щетки. Такой мусор волонтеры отправляют на переработку. В планах добровольцев привлечь к эко-движению еще больше сторонников и увеличить объем отходов, которые получают вторую жизнь. Реализовать задумки поможет грант. Там нету заложена не только аренда, еще и организация комплексного, такого в Сургуте еще нет, пункта приема для раздельного сбора отходов. Разные фракции на улице в доступе для Сургутя. Уже завтра в Ханты-Мансийске состоится первый массовый заплыв по Иртышу. Покорять одну из самых больших рек Сибири будут почти две сотни экстремалов. Участников ждут три дистанции – 2, 6 и 10 километров. В прямом эфире заплыв на открытой воде покажет наш телеканал. Смотрите трансляцию в 13.30. Мой коллега Дмитрий Пришвицин пообщался с участниками и организаторами стартов. Подробности в сюжете. Покорить Иртыш – такую задачу в этом году поставили перед собой сотни пловцов. Только двигаться они будут не от берега к берегу, а по устью реки. В столице Югры впервые пройдет заплыв X-Waters Югра. Система проведения этих стартов очень похожа на всем знакомый югорский лыжный марафон. Участники проходят регистрацию, а на воде встретятся как любители, так и профессионалы. На выбор дали три дистанции – 2, 6 и 10 километров. Отличаться заплыв будет по цвету шапочки. Можно будет различить, какую дистанцию плывет. Ну и будет выдаваться электронный чип, который фиксирует в заявленной категории, автоматически распределит занятое место и покажет результат. Здесь не все борются за первые места, а все хотят просто преодолеть дистанцию и получить от этого удовольствие. Заплывы на открытой воде отличаются от тех, что в бассейне, поэтому требуют особой подготовки. Здесь речь идет не только о физическом, но и психологическом состоянии. Многие, выходя на открытую воду, не справляются с эмоциями. Взять, к примеру, Екатерину Ядрышникову. В прошлом году девушка убедилась, что плавать на открытой воде гораздо тяжелее. Было очень тяжело. В какой-то момент я даже заплакала, хотела повернуть обратно, звала спасателей на помощь. Но прошло минут 10-15, я успокоилась и дальше поплыла. И финишировала все-таки, получила свою первую, потом вторую медаль финишера. Нужно отключить голову максимально и не смотреть на то, что рядом, что под водой. Не задумываться об этом, иначе можно конкретно загнаться и реально остановиться и поймать панику. Особое внимание нужно обратить на экипировку. Если температура воды будет ниже 20 градусов, то в обычных купальниках и плавках до заплыва не допустят. А вот в гидрокостюме – пожалуйста. Он подбирается индивидуально под каждого участника и должен плотно облегать тело. Гидрогостюм поможет не только сохранить тепло, но и удержаться на воде. Неопрен 100% держит на воде, в нем даже нырнуть сложно, без каких-либо утяжелителей. Еще одно обязательное требование – это оранжевый буй. Его, в отличие от гидрокостюма, участникам искать не нужно. Он будет в стартовом пакете. Благодаря бую спасатели и организаторы смогут увидеть на воде всех участников. Он будет крепиться на пояс. Нужен он, чтобы первое – спасатели видели каждого спортсмена. И второе – если спортсмен хочет передохнуть, он просто на него кладет руку и на нем отдыхает. Важно! Без сопровождения целого ряда служб в воду заходить опасно, так как по Иртышу проходит судоходная линия. В день старта она будет полностью остановлена, а за безопасностью участников будут следить не один десяток специалистов. Это медицинские бригады, спасатели, сотрудники ГИМС. Будем в сопровождении от старта и до финиша. То есть патрульные суда будут наблюдать за участниками движения. У нас сначала идет старт на 10 километров. Порядка 15 лодок выстраиваются в коридор. То есть как только они подплывают дистанцию 6 километров, стартуют к ним в пилотон параллельно ребята из 6 километров. То есть группа расширяется. И потом так же, когда на двух. На финише все участники X-Waters Югра получат медали финишера, а те, кто смогут отличиться на своих дистанциях и покажут лучшее время, будут также награждены как призеры заплывов. Стоит отметить и то, что большой спортивный праздник выпадает на традиционное мероприятие «Пикник ХМ». Так что всем участникам заплыва югорчане окажут теплый прием и помогут согреться после холодной воды. Дмитрий Пришвицин, Владимир Дадыко, телерадиокомпания «Югра». Следить за новостями телеканала «Югра» можно в Телеграме и ВКонтакте. У меня на этом пока все. Будьте в форме и не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале «Югра». Телеканале «Югра».